Доброе утро! Ребенок два месяца, они отправляются, например, в Таиланд. То есть это огромный перелет, это очень такое серьезное солнышко, и я все время на них смотрю с подозрением и даже с неким сожалением, потому что мне кажется, так нельзя. Когда они возвращаются, недовольны? Да. Ну, тогда мы ответили на вопрос. Я как врач не против отдыха. Главное, что это не должно быть первые несколько месяцев жизни. А сколько? Несколько? Это сколько? Один месяц первый категорически нельзя, а на втором, на третьем месяце дети неплохо переносят перелеты. А если ребенок здоров, если у него есть какой-то минимум прививок, если у него еще сделана прививка от ротовирусной инфекции, то перелет может быть достаточно спокоен, и отдых точно так же проходит неплохо и благоприятно. А какие-то противопоказания есть? Вот у ребенка с такими-то показаниями не стоит этого делать ни в коем случае. Стоит все-таки перелеты детям незрелым, недоношенным. Деткам, которые наблюдаются у невролога, есть какие-то неврологические проблемы. Ну, нежелательно у деткам с пороком сердце летать. А так, в принципе, от нашего климата все-таки неплохо полететь, отдохнуть. И я всегда рекомендую, чтобы этот отдых был не 10 дней, а чуть подольше, 14. Иногда и дольше родители могут себе позволить. Я тоже всем рекомендую, чтобы отдых был подольше. А почему подольше? Здесь вопрос идет об акклиматизации. Все-таки приезжая с нашего уральского климата в яркое, жаркое солнышко, надо не забывать, что первых 2-3 дня очень аккуратно и дозированно выходить на солнце. В последующие дни все-таки уходить с самого яркого солнца, с 12 до 4, не находиться под зонтиком на веранде, уходить именно в помещение. Потому что солнце в этот период уже не оздоравливает, а может угнетать. Угнетать созревание иммунной системы, угнетать созревание нервной системы. И выходить уже после 4 часов на солнышко. А есть ли какая-то связь? Я знаю, что нужно продлевать лето, например, ездить, когда у нас уже жара спадает. Абсолютно правильно. И наиболее благоприятные условия для отдыха, это, конечно же, начиная с конца апреля, май, июнь, начало июля. Август месяц достаточно тяжелый на солнышке. Это самые жаркие месяцы лета. И тут солнышко может угнетать иммунную систему. Поэтому желательно вот именно начало лета, май, июнь. И, безусловно, август нежелательно, а сентябрь и начало октября благоприятно. А обратно есть акклиматизация? Но вот в ту сторону, понятно, там надо некоторое время. Вы знаете, все-таки в холодный климат достаточно неплохо организм приспосабливается. А тяжелая акклиматизация идет именно из достаточно холодной погоды в жару. Ага. Когда в разные сезоны мы летаем. Все-таки я против коротких поездок зимой в летние жаркие климатические зоны. Вот прилетели мы с младенцем куда-то далеко. Допустим, он кроме грудного вскармливания, бутылочек, еще что-то ест. Как решать эту проблему? Многие мамы везут привычные баночки с собой. Вы знаете, очень разумно. Если это отдых на 14 дней, то незатруднительно взять привычные продукты. И не... Вот акклиматизация это все-таки приспособление к климату, к влажности, к солнышку, к световому дню. А характер питания нежелательно менять. И чтобы не было никаких проблем на отдыхе, желательно все-таки привычное питание взять с собой. А воду надо ли? Ну, я знаю, что в некоторых прям странах отличается температура кипения воды. Соответственно, вот микрофлора, она другая. Нужно ли себе кипятильник таскать? Вы знаете, кипятильник, да, стерилизатор, возможно, смотря каких размеров и возможность багажа. Но если мы меняем климат, то отдых должен быть достаточно все-таки продолжительный. Более 14 дней мы будем рекомендовать. Сезон это все-таки май, июнь, июль, сентябрь и октябрь. Нежелательно ездить среди зимы в жару. И при отдыхе на юге желательно взять продукты питания, привычные для ребенка. Это не так много, и многие семьи совершенно спокойно это себе могут позволить. Потому что общий стол на первом, начале второго года жизни может вызвать много неприятностей для этой поездки. Есть ли какие-то секреты, хитрости, как подготовить ребенка к перелету? Безусловно, есть такие хитрости, но прежде всего плотно не кормить. Пища должна быть легко усвояемой. Понятно, почему? Для того, чтобы не закладывало уши, мы рекомендуем закапать сосудосуживающие капли, которые снимут чуть-чуть отек слизистой, и не будет такого давления. Да, мы закапываем капельки сосудосуживающие в нос, чтобы на взлете и посадке не было вот этой перепады давления, чтобы не было давления на барабанные перепонки. То есть сосудосуживающие капельки перед полетом, пожалуйста. Инфекции какие-то специфические в том числе, есть ли способ защититься от них? Что можно профилактически сделать здесь или там, на месте? Инфекции достаточно простые. Это все-таки кишечные инфекции, вирусные инфекции. Я сказала, что сейчас есть прививки от вирусных кишечных инфекций, есть вакцина от ротовируса. Интересуйте, спрашивайте. Делают ее, начиная с двух месяцев жизни. И остальные инфекции, это все-таки банальные вирусные инфекции, которые ребенок, как правило, переносит в течение двух-трех дней. И всем родителям говорю, если вы решили ехать, обязательно взять с собой питание и медицинскую страховку. То есть можно, но нужно очень хорошо готовиться. Благодарим нашего постоянного эксперта. Это Екатерина Туринцева, заведующая детской поликлиникой и новой больницы. Сегодня с младенцем собирались в отпуск. Прямо сейчас небольшой коммерческий перерыв. После будем подыскивать новый дом для очередного питомца благотворительного фонда зоозащиты. Субтитры создавал DimaTorzok